Приветствую всех вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа, возлюбленные Господом, братья и сёстры, мир вам! Мы будем читать место Священного Писания и будем рассуждать, что Господь нам желает сказать в конце служения, перед молитвой. Будем читать место Священного Писания два места. Это первое послание Святого Апостола Павла к Галатийской Церкви, 5 глава с 1 стиха, и также из Псалтеря, Псалом 118, 45 стих. Первое место – это послание к Галатам, 5 глава, 1 стих. Дух Святой через Апостола говорит, в лице Галатам говорит всем христианам, «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». И второе место из Ветхого Завета, из Псалтеря, мы читаем 45 стих, 118 Псалом. Псалмопевец Духом Святым говорит, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». В этих местах Священного Писания говорится о свободе. Когда Дух Святой побудил Апостола Павла благовествовать в галатийской стране, то многие галаты уверовали, и уверовали искренне. И даже так Апостол Павел Духом Святым им напоминает о том рвении, о той любви, о том старании поучаствовать в его личных переживаниях, нуждах. Он говорит, «Если бы, возможно, вы бы исторгли отчи и отдали бы мне». Такая у них любовь горела. Такое у них было действительно движение Духа, чтобы поучаствовать в нужде великого апостола, великого служителя, через которого Бог дал им спасение, открыл им глаза, дарвал им свободу. А потом случилась проблема. Некоторые пришли и говорят, «Вы знаете, если вы не обрежетесь, то вы не можете спастись». И галаты уклонились в иудаизм. И те, которые так говорили, они отвергали наставление Божие, которое Господь сказал в 11 главе Евангелия от Матфея. Это определение Господа, это определение вечное. Одней Иоанна, Крестителей, до ныне Царство Божие силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. И перед этим стих он напоминает, что закон и пророки прорекли до Иоанна. Вот они до Иоанна. А вот со времени Иоанна начинается период благодати, когда человек оправдывается не тем, что он сделает обрезание, не тем, что он будет совершать цициты или там другие какие-то постановления, которые касались того времени, того времени, когда иудаизм был как светило в этом мире среди многих языческих религий. А теперь Иисус пришел, и Дух Святой потом через апостола напоминает о том, что как иудеи, так и язычники все согрешили, все лишены славы Божией. И как написано, закон ничего не довел до совершенства, хотя закон был свят, хотя закон был нужен, хотя закон был добр, но закон, ослабленный плотью, ничего не мог сделать в душе человека, а только благодать Господа, Дух Святой, который Господь даровал повинующим семью, Он изменяет. Он изменил и апостола, который был гонителем, савлом, Он изменил и многих. И вот Он напоминает галатам, что вы сейчас подвергаетесь опасности опять быть в иге рабства, то есть в зависимости от рабства, и Он призывает их, стойте в свободе, вам даровал эту свободу Христос, Он даровал, Он ее даром дал, эту свободу, Он заплатил за эту свободу, а вам дал, как подарок. Это касается всех нас. И в свое время в Псалтире книга, 118-й Псалом, Псалмопевец говорит, буду ходить свободно. Он тоже говорит о свободе. А что такое свобода, братья и сестры? Поразвожаем. И разное есть понимание свободы. Что такое свобода? От самых бытовых понятий, как, ну это чтобы я не был в тюрьме, Другие говорят, а это то, чтобы я делаю все, что хочу, без всяких ограничений и препятствий. И до самых таких, знаете, глубоких, по разному состоянию глубины, философских, социологических, психологических определений, как, например, свобода – это осознанная необходимость, или, например, здесь свобода – это возможность делать все, что не наносит вреда другому. Или, например, более такие изысканные психологические, философские понимания, как свобода – это осознанная необходимость, или свобода – возможность проявления субъектам, то есть человекам, своей воли в условиях осознания законов развития природы и общества. И многие-многие другие. Но все эти определения, сколько их не существует в философии, психологии, в социологии, они все требуют уточнения, уяснения, пояснения, разъяснения, дополнений, поправок с учетом, как написано, развития законов общества. А законы общества могут очень крайне и резко меняться. Например, садомский грех – от омерзения и уголовного преследования до того, что это утверждается, как это один из признаков «настоящей» свободы. И кто не понимает этого, тот, значит, несовременный, тот отсталый человек, или тот еще как-то по-другому называют. То есть законы общества могут меняться. Но неизменно Слово Божье. И только в Слове Божьем мы находим истинное понимание свободы. Потому что Бог смотрит не только на нашу временную жизнь. Все человеческие законы, все человеческие утверждения, философские, психологические, социологические, они смотрят только на земную жизнь. И то на конкретное какое-то общественное устройство в той или иной стране. То, что в одной стране будет мерзость и грех, в другой-то говорит – это нормально, это законно. И человек становится перед выбором – а где же правда? А где же истина? Там говорят – это хорошо, тут говорят – это плохо. Только спасение наше в священном Писании, только Слово Божье дает правильное понимание свободы. Потому что Господь смотрит не только на нашу настоящую земную жизнь, Он смотрит и в вечность, куда мы все рано или поздно придем. И вечность мы не будем проводить, ее невозможно провести. Вечности пребывают. И вот Господь, заботясь и о нашем духе, и душе, и теле, говорит нам понимание свободы. И мы прочтем это понимание, которое написано в Евангелии от Иоанна, восьмая глава. Известное место, когда Иисус как бы подбодряет, как бы поддерживает тех уверовавших иудеев, которые, услышав Его проповедь, услышав Его Слово, они уверовали. И Господь им говорит, 31 стих, восьмая глава и ниже, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Единственный путь быть свободным – это истина Божия, которая вошла в сердце, завладела человеком, и человек не мыслит себя вне этой истины. Он всю жизнь свою строит и в семье, и в обществе, и на работе, и на учебе, и где-то в общественных местах. Он строит свою жизнь только в соответствии с истиной Божией. И, как мы слышали, наша задача – это благовествовать, это говорить, это распространять Слово Божие. И для этого нам надо иметь и желание, и самим быть свободными от того, что связывает нас. Интересно, когда мы исследуем вот это место Священного Писания, и Псалом 118-й, то же самое и Галатам. Мы видим, что кому это было обращено Слово? Кому это Дух Святой через апостола? Дух Святой этому псалмопевцу? Кому это он говорит? Он не говорит это неверующим. Он не говорит тем, которые это не знают Бога. Нет, он говорит тем, которые знают Бога, которые знают определенные истины Божьи, которые когда-то получили это знание и пошли по пути. И вдруг Псалмопевец, этот великий человек, этот великий благословенный человек, когда мы смотрим 118-й Псалом, это же чудо Божие. Чудо Божие. Это весь Псалом стихи, поэзия, распределенные по 8 стихов. И чудно, в каждой им восместишье определенные истины заложены. И вот в этом месте, 45-й стих, Псалмопевец о себе говорит. Он свидетельствует. Это его свидетельство и перед людьми. Это свидетельство его перед ангельским духовным миром. Это его обет Богу. Он говорит, «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Это говорит он не людям. Это говорит он прежде всего Богу. Он обращает свою речь Богу. И причем это делает не шепотом, а он это делает публично, он делает это громогласно. Он это провозглашает всем. Все слушайте, все смотрите, все понимаете, все делаете так. Я нашел эту драгоценность. Я буду ходить свободно. Почему? Я взыскал повелений Господних. Он радуется этому. И вот что интересно, это же говорит человек верующий, это говорит Псалмопевец, который знал Бога. Но до какого-то периода в жизни он это не делал, то, чего он сейчас провозглашает. Буду ходить свободно. Значит, он понимает, несмотря на то, что он верующий был, несмотря на то, что он обладал какими-то талантами, потому что он Псалмой писал, или еще прославлял Бога, или еще какой-то труд совершал в народе израильском, во славу Божию, но он был связан грехом. Он был в рабстве греха. И он это вдруг на каком-то этапе своей жизни осознал, а я ведь хожу несвободно, а ведь я связан. Чем связан? Грехом. Слово Божие нам говорит о том, что абстрактной свободы не бывает. Когда мы слышим, и когда кто-то будет провозглашать, вы будете свободны, мы вам дадим свободу, никогда не верьте им. Дает свободу только Бог. Никогда, никакие люди, никакие сообщества не дают свободы. Свободу истинную. Мы говорим об истиной, не о человеческой. А земная, это все, это быстро пройдет, это даже и потом человек будет жалеть. А вот истинную свободу дает только Господь. И вот только к Нему надо идти за истинной свободой. И Слово Божие говорит о том, что существует всего два вида свободы. И существует только два вида рабства при лицом Вселенной, при лицом Вечности. Это, как мы читаем послание к Римлянам, 6 глава, это свобода от греха и свобода от праведности. И рабство греху или рабство праведности. И когда человек раб праведности, он свободен, он обладает настоящей свободой, потому что это открывает ему дверь в Вечность, открывает ему дверь в небесный Иерусалим, открывает ему дверь к Жизни Вечной. А свобода от праведности, она ведет в ад. И мы видим, что здесь это очень важные моменты, которые понял вот этот псалмопевец. И он начинает предпринимать действия. Интересно, что вот эти действия, которые сказал Господь в 11 главе Евангелия от Матвея, что о дне Яна Крестителя и до ныне Царства Божьей силы берется, в то время, когда писал псалмопевец, нужно было тоже употреблять усилия, для чего? Чтобы взыскать повеление Господне. Слово «взыскать» имеет старославянские корни. Оно отличается от слова «искать». Слово «взыскать» – оно более сильное, более оно целенаправленное, более глубокое по своему духовному значению. И слово «взыскать» означает усиленный поиск и усиленное стремление добиться определенной цели. Так и Господь о себе сказал, помним мы, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. И мы видим, какие усилия предпринял Господь наш Иисус, жизнь Свою дал, пошел на поругание, пошел на то, что на Него и говорили злые слова, и что только на Господа не говорили, какие хуления, какую клевету на Него не говорили. Он все претерпел, потому что Он пришел взыскать и спасти погибшие. У Него цель была. Это была воля Отца Его Небесного. Это была Его воля. Это было Его старание. Это Его было послушание Отцу Небесному. Это было наше спасение, что Господь Сам пришел нас взыскать. Не мы Его нашли, а Он нас нашел. Он взыскал нас ценой крови своей. Он любовь свою доказал на деле. Он показал, как надо служить, и мы знаем Нагорную проповедь. Мы знаем, как Господь говорит, христиане должны поступать. И дай Господь нам силы поступать так, как Господь учит. И вот этот псалмопевец на определенном участке своей жизни вдруг понял, что Он не свободен. Что побудило Его? Какие-то события случились, какие-то переживания заставили Его, или какие-то болезни, или какие-то трудности. Потому что очень часто, к сожалению, так мы видим, очень часто люди начинают понимать Бога глубже в страданиях. Очень часто люди начинают приближаться к Богу именно в страданиях. когда им хорошо, подчас они даже забывают. Примеры священного Писания, как человек может быть связан грехом, даже праведник, даже великие мужи Божии. Мы возьмем несколько только примеров священного Писания, всем хорошо известные. Царь Давид, благословеннейший служитель Божий, благословеннейший пророк Божий, благословеннейший псалмопевец. А вот когда увидел купающуюся Версавию, все Божие куда-то ушло в сторону. И он был связан грехом. Он был связан. Что интересно из священного Писания, это для нас практический момент, когда человек связан грехом, он неправильно видит, он неправильно слышит, он неправильно понимает и неправильно действует. И Давид почти целый год был связан грехом, но он продолжал руководить царством. Он продолжал решать все дела свои, как царь, как управитель иудеев всего Израиля. И царство при Давиде, оно было самое-самое расширенное. Давид расширил его от Ефрата и Данила. Это все. И сириане подчинялись Израилю, платили данные другие. И Ировитяне все, потому что Бог благословил Давида. Он был верен сначала, он был верен. И во всем, что не делал Давид, он имел успех, Господь его благословял. А потом, когда все было хорошо, Ирава почти завоевана, это Манитский город. И вдруг вот такая вот беда духовная. И он ослеп. И целый год почти он не видит, и не замечает, и не думает, и совесть не осуждает, живет себе спокойно. Да, дела какие-то решает. И даже когда пришел Нафан, и ему притчей обличает его, Господь послал Нафана, чтобы притчей обличить Давида, то Давид, он даже в состоянии связанности грехом, он горит, горит таким, как бы справедливым гневом о том, когда Нафан рассказал, как богач этот злой человек отнял у бедняка единственную овечку. А у этого богача было полно стад, очень много стад. И Давид как с гневом, хочет справедливость установить, говорит, смерти достоин тот человек. И пророк говорит, ты тот человек. И только тогда у Давида открылись очи. И как мы пели в песне «О Господь, ты очи мне открыл однажды». Я себя увидел в страшной нищете. Вот когда действительно человек видит, что в какой он страшной нищете, как он нуждается в Господе, тогда для него начинается путь благословения. И вот никогда не надо забывать вот это состояние, когда Господь открыл глаза. Никогда не надо позволять, чтобы все земные события, все земные переживания, наши собственные чувства, наши собственные эмоции, какие-то отношения, какие-то события неприятные в нашей жизни, чтобы они заслонили или затмили то чувство, то переживание, когда Господь нам открыл очи. И мы увидели, Господи, только Ты – мое спасение. Господи, без Тебя я погибну. Господи, спаси меня, прости меня, помоги мне, благослови меня, чтобы вот эта острота обращения к Господу никогда не исчезала нам, и когда нам 20 лет, и когда нам 40 лет, и когда нам 100 лет, чтобы, если мы живем, то никогда, чтобы эта острота встречи с Господом, того, что Господь коснулся, чтобы никогда не пропадала, чтобы не было так, увидел что-то и все забыл. И мы видим другой пример, что действительно, когда Давид сделал вот это, когда ему действительно открылись глаза, он сделал правильный, единственный правильный выход из того, когда человек попадает в сеть греха, единственный правильный выход – это только полное смирение, кротость и пост и молитва перед Господом. Не на показ для людей, а действительно, когда человек какое-то зло сделал, зло другому человеку сделал, исповедание, покаяние и только упование на милость Божью. Другой пример мы видим, когда Саул, первый царь Израиля, тоже благословенный Богом, тоже помазанный и поставленный Господом, Господь его избрал из всех израильтян и поставил его, и помазан был, и сначала имел такой успех, а потом он начал шаг за шагом отступать от повелений Божьих. Он начал отступать и действовал не по повелениям Божьим, как ему говорил Дух Святой через Самуила, а он действовал по сложившимся обстоятельствам. Вот такие обстоятельства. И обратите внимание, когда Самуил его обличает, то Саул, как он начинает оправдывать свое отступление от заповедей Божьих, от повелений Божьих. Псалмопевец, который написал 118 Псалом, не написано, кто это написал. Многие говорят, что это Псалом Давида, другие еще как-то говорят, но для нас самое главное, мы знаем, что это написал Божий человек, руководимый и водимый Духом Святым. Самое главное, это Божий человек, это Божий служитель, который прошел через какие-то трудности, прошел через какие-то падения, но он поднялся силою Божией, по милости Божией. И вот он говорит, буду ходить свободно. И вот обратим внимание, это его обет. Он уже подтверждает свершившийся факт, потому что слово «взыскал» находится в прошедшем времени. Этот псалмопевец не говорит, буду ходить свободно, когда я вспомнил или узнал, или начал думать о том, что надо искать повеления Господни. Он не говорит, что я буду ходить свободно, когда я вот начал искать повеления, взыскивать повеления Господни. Он не говорит, когда я был в поиске этих повелений Господни. Нет, он так не говорит. Он говорит, ибо я взыскал. То есть он нашел их. Он определил их для себя. Он принял их в свою сущность. Он принял их в свое сердце. И это стало неотъемлемой частью его жизни. Без них он теперь жить не будет. Без повелений Господних он теперь ни шагу не ступит. Это для нас пример. Если мы хотим ходить свободно, во всяком деле, надо прежде всего взыскать, а что угодно Господу. А как это Господу угодно? А как Господь знает? Время – это время последнее. Время последнее – это перед переходом Христа. И мы видим тоже, что в Писании, и мы тоже, и вот хор пропел «Церковь Божия пробудись». Думаю, это действие Духа Божьего, когда напоминание Церкви, напоминание каждому из нас. А посмотрите, а мы не спим духовно, чтобы мы действительно пробудились, чтобы мы действительно горели этим святым огнем Духа Святого, чтобы провозглашать истину Божию в страхе Господнем, с любовью, с благоговением, везде, где мы находимся. Чтобы не смотреть ни на какие препятствия, ни на какие другие обстоятельства, которые мешают нам, не дают нам благовествовать, не дают нам проповедовать Слово Божие, не дают нам свидетельствовать, не дают нам делать так, как Бог хочет. А эти обстоятельства уводят нас на путь чувственных решений, человеческих решений, земных решений. И Церковь Божия подчас погружается в это. Многие члены Церкви погружаются в верующие и уже мыслят не Божьими категориями, а начинают мыслить земными категориями. И это всегда приводит к катастрофе духовной. Это приводит всегда к искаженному мышлению, как у Давида. Он почти целый год был слепой духовно, глухой духовно. И его мышление духовное повредилось, он не видел себя. Это если с таким великим мужем Божиим произошло, то тем более кто мы перед ним? Кто мы? И тем более это нас может подстерегнуть. И поэтому апостол Павел тоже галатам говорит, напоминает, видя опасность их падения, он говорит, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Не подвергайтесь опять его рабству. И его рабство, оно не только заключалось в том, что им надо было обрезываться. Его рабство заключается и для нас, это не... Это в том, чтобы идти по человеческому пути, мышлении, рассуждении, отношении, реакции, реагирования, а не по Божьему пути. Мы знаем, что все, что в этом мире происходит, оно без воли Божьей не произойдет. И когда мы видим какие-то события тяжелые, неприятные, больные, трагичные, мы должны всегда смотреть, а корень какой, какова причина? И причина всегда есть духовная. Причина всех трудностей, бед, войн, несчастье, она четко изложена в Священном Писании. И сейчас люди не хотят этого видеть, не хотят этого принимать. Мы видим даже примеры, объяснения, почему бывают войны. Хотя бы два примера из Священного Писания и на объяснение. Это книга Судей, 5 глава, 8 стих, и Плач Иеремии, это 2 глава, 14 стих. Здесь все объясняется, почему бывают войны, что надо делать, чтобы война остановилась, кто виноват в этой войне, и какой выход для того, чтобы мир был установлен. И это Божьи повеления, это не человеческие, ни чьи-то мысли, ни чьего-то мнения. Это Божьи мнения. Это Бог установил. А люди подчас настолько человеческим, что они все забывают Божье. Мы видим, что Слово Божие говорит так о том, где Господь сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно ученики Мои». Посмотрите, какая степень, какой путь, какие ступеньки духовные для того, чтобы быть свободным. «Если пребудете в Слове Моем первое, познаете истину, то вы истинно Мои ученики, и истинно сделает вас свободными. Не человек, не государство, не общество, не сами вы, но истина Божия сделает вас свободными». И это свобода такая, которая действительно, она никакими средствами не покупается. И если кто-то из людей обещает что-то, говоря, «Мы дадим вам свободу, вы будете свободны веками никогда не верти». Слово Божие говорит и послание Иуды, и послание Петра. Как они могут обещать свободу, будучи сами рабы тлению? И никогда раб тлению не может дать свободы, потому что он сам связан грехом. Интересно, что, когда человек связан грехом, и вот Иисус говорил уверовавшим в Него, иудеям верующим уже, они уверовали как-то, что Иисус это от Бога пришел, и вот Иисус их как бы поощряет, поддерживает, а они еще не свободны. Они еще не свободны. Поэтому Господь говорит тем, кто уверовал, Он им говорит, показывает путь свободы. Но посмотрите, когда еще человек не свободен, когда он еще в узах греха, он как бывает слепой. И память очень сильно повреждается при этом. Очень память. Забывает все. И вот как, помните, иудеи говорят, когда они услышали это, они говорят, «Как ты говоришь, будем свободны? Мы не были рабами себе Авраамова и не были рабами никому никогда». Правда они говорят? Лгут. Память у них повреждена. Они забыли про египетское рабство, они забыли про филистимское рабство, они забыли про ассирийское рабство, они забыли про сирийское рабство, они забыли про вавилонское рабство, и даже когда Иисус им говорил, они же находились в рабстве у римлян. А они говорят, мы не были рабами никому никогда. То есть, когда человек связан грехом, он абсолютно неправильно мыслит, у него память повреждается, духовное зрение. И что интересно, и тогда человек не может сказать искренне, честно и правдиво, а у меня свободная воля. У него не свободная воля, она связана грехом. Грех связывает. Так, что человек не видит, как мы уже говорили, и примеры эти приводили. Для нас, христиан, это великое благословение принадлежать Церкви Божией. Для нас, христиан, это великое благословение иметь Слово Божие и понимать. И вот этот псалмопевец, когда взыскал повеление Божие, он провозглашает, когда уже это произошло, он провозглашает и дает обет Богу. Буду ходить свободно. Он это громогласно говорит перед всеми. «Я взыскал повеление Господних». Пусть Господь благословит нас в это время, братья и сестры, дорогие. И я, и мы все нуждаемся в том, чтобы мы постоянно, в каждом деле, в каждом нашем событии, в каждом наших отношении, руководились не земными, не человеческими мерками, представлениями, мнениями, а Божьим Словом. Ибо во Христе Иисусе нет ни Иудея, ни Елена, ни Скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос. Как Бог сотворил человека, Адам и Ева. Кто по национальности был Адам? Кто по национальности был Ева? А потом грех начинает разделять. Они лучше, мы хуже, те плохие, а мы хорошие, или мы лучше их, или и так далее. Сатана разделяет, Господь объединяет. И вот Господь сделал это чудо, что Он Духом Святым в Церкви объединил всех. И теперь мы уже христиане, мы дети Божие. И мы должны ходить всегда в свободе. Господь через апостола напоминает Галатам и нам. Стойте в свободе, который даровал вам Христос. И не подвергайтесь опять иго-рабству. Иго-рабство – это только человеческое мышление, человеческие представления, человеческие. И нам в это время особенно, Церкви Божией, как важно быть свободными от зависти, от злобы, от раздражения, от ненависти, от проклятий, от злоречия, от сплетен, от клеветы. Как это вам важно? Вот это истинная свобода, которую дает Христос, и которая только в Господе нашем, Иисусе Христе. Да благословит нас Господь, всегда стоять в этой свободе. И да поможет Он эту всю нашу свободу пронести, всю нашу жизнь, чтобы, когда мы явимся перед Господом, Господь сказал нам, «Войди в радость Господина твоего, добрый и верный раб». И мы имеем тогда свободный доступ в Царство Небесное, потому что мы ходили и стояли и пребывали в свободе Христовой. Слава нашему Господу за все блага и милости. Слава Ему за Его Слово. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...